Приветствую вас! Ну, во-первых, стоит один сказать, точнее задать вам вопрос. Почему человек, ваш любимый, ходит в клубы? Зачем он туда ходит? С какой целью? Нравится ли вам то, ради чего он ходит в клубы? Не нравится ли вам то, ради чего он ходит в клубы? Задевает ли вас то, что он ходит в клубы? Не задевает ли вас то, что он ходит в клубы? Как вы к этому относитесь? Это первое. Второй важный момент заключается в том, что Ведь молодой человек, ваш любимый человек ходит в клубы, не говоря вам, а для того, чтобы защитить вас, защитить от негативных эмоций, которые вы, скорее всего, испытываете, когда узнаете. То есть, понимаете, его же обман, его вот этот вот тайный поход не появился же просто так. Значит, хоть вы не допрещаете, но не одобряетесь. И, возможно, ведете себя со своим любимым человеком так, что ему не хочется, чтобы вы знали о том, что он ходит в клубы. Соответственно, здесь имеет смысл подумать над тем, как вы себя ведете. То есть, что запрета нет, это я, в принципе, понял, что вы не запрещаете. Ну, а ведете себя вы невербально, например. Как? Меняется ли ваше поведение по отношению к любимому человеку после его похода в клуб или нет? Вот. Далее. Так, далее. Соответственно, в том, что вы можете, в принципе, предложить ему ходить в клуб вместе. Если ему это нравится. Вот. Далее. Значит, вы говорите, что делать в этой ситуации. Делать нужно то, чтобы чувствовать. То есть, в начале есть чувства ваших тому, что происходит. А потом уже есть действие. Значит, что вы чувствуете? Чувствуете вы себя одинокой? Это одно действие, одно поведение. Чувствуете вы, что молодой человек вас не слушает, не прислушивается к вам? Это другое действие, другое поведение. Чувствуете вы, например, что молодой человек, вообще говоря, живет своей жизнью и оставляет некоторые, ну, аспекты, некоторые элементы, да, в своей жизни, как бы за кадром, это другое, другое поведение. Понимаете? Иными словами, если вы чувствуете, что вас бросили по факту, то вам в этой ситуации нужно просто искать в себе круг общения, такой же, как у мужчины или, ну, вашего любимого человека. Значит, чтобы быть с ним равным. Если вы чувствуете, что он не слушает вас, ваш любимый человек, если вы чувствуете, что как бы он не прислушивается к вам, то это немножко другое. Да, вы вправе делать то, что ему не нравится. Просто. То есть вы просто делаете то, что вот вам хотелось, хотелось бы. И все. Как бы. Ну, это, в принципе, нормально. Это нормально. Да, естественно. Да, что он делает то, что вам не нравится, вы делаете то, что не нравится вам. А если же вы чувствуете, что человек какие-то вот аспекты своей жизнью оставляет за кулисами и не посвящает вас в них, то и вы вправе тоже так делать. То есть вы вправе не рассказывать молодому человеку, например, о том, что вы делаете, о том, чем вы занимаетесь, о том, как вы проводите, например, свое время и так далее. То есть у вас есть на это полное право. И вот так вы его проучите. То есть не нужно проучивать человека специально. Потому что специальное проучивание – это мести. Вот. Умести человеку не надо. Сделайте то, что считаете нужным. Сделайте то, что вам кажется правильным, исходя именно из вот ваших эмоций, от того, что происходит. Вот это и будет вот самым правильным решением. И одновременно это решение позволит вам чувствовать себя более наравне с ним, молодым человеком, с любимым человеком. А с другой стороны, вы можете показать ему, что вы не собираетесь оставаться безответным, что вы не собираетесь мириться с тем, как человек себя ведет. Вы можете отдать звукальный ответ, чтобы показать, в том числе и ему, как вы себя чувствуете. Но при этом у вас есть обоснование так делать. Ну и неплохо было бы, если бы вы поговорили со своим любимым человеком, чтобы понять, что заставляет его вообще ходить в клубы и что заставляет его вам об этом не говорить. То есть какие у него мотивы для этого. Это вот тоже очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.